Призраки 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 Вера в призраков Вера в привидения существует примерно столько же, сколько и человеческая цивилизация. Вера в призраков идет еще с каменного века. Об этом свидетельствуют найденные захоронения. Ученые находили скелеты, придавленные тяжелыми камнями или со связанными руками и ногами. По мнению ученых, это делалось для того, чтобы души умерших не беспокоили после смерти живых. У древних греков и римлян есть множество мифов, в которых фигурируются призраки. Древнегреческие привидения вмешивались в жизнь людей куда чаще, чем современные. В большинстве случаев их изображались страшными и злобными, наводя страх и ужас на живых. Зачастую призраки внушали людям страх, многие считают их злыми созданиями, способными причинить вред. В прошлом люди придумали множество обрядов, призванных защищать от призраков. Но в основу этих обрядов вложились убеждения о том, что призраки должны вести себя так же, как и в прошлой жизни на Земле. Так что попытки отпугнуть духа шумом, огнем, разными уловками и хитростями не всегда срабатывали. Первое документальное упоминание наблюдения призраков относится к временам Древнего Египта и Ассирии. Клинописные таблички ассирийцев рассказывают о духах Утуку, наводивших ужас на ассирийские города. Как считали древние, эти призраки появлялись, когда человек умирал мчительной смертью. Потому многие Утуку были лишены конечностей, имели следы ран или пыток и издавали пронзительные крики боли. Признаки присутствия рядом с вами или в вашем доме призраков. Вы просто чувствуете это. Да, действительно, друзья, я думаю, что многие из вас подписаны на мой канал и знают, что я часто посещаю различные мистические паранормальные места. Это не только какие-то заброшки, а также это бывают квартиры и тому подобное. И на примере себя я скажу, что да, очень часто приходится ощущать на себе странные ощущения. Это могут мурашки быть по телу. Просто вставать волосы дыбом ни с того ни с сего. Вы просто что-то чувствуете. Вы чувствуете постоянно на себе какой-то взгляд. Смотрите по сторонам, но ничего рядом нет. Это вот именно то ощущение присутствия чего-то рядом и вы это ощущаете, но не можете увидеть. Вы улавливаете странные запахи. Лично я с таким не сталкивался, но насколько я знаю, вот если, допустим, в вашем доме постоянно определенный запах, да, и появляется какой-то странный запах, часто это может быть запах какой-то гнили или чего-то подобного, да. И вы точно знаете, что вы все проверили и нет рядом никаких предметов, что может гнить или чего-то такого подобного. Но запах постоянно появляется, он может появляться, потом исчезать. Это тоже может быть одним из признаков присутствия чего-то паранормального в вашем доме. В нашем случае это призраков. Вы слышите странные звуки? Вот по поводу звуков могу сказать, что да, именно так. Очень часто я слышал, мне рассказывали о том, что проявляются странные звуки. Это может быть стуки в стенах, скрежет, скрипы полов, как будто кто-то ходит, даже хождение на потолке, если это какой-то частный дом, да. Такие звуки тоже очень часто проявляются. Но надо помнить еще о том, что если ваш дом деревенский, допустим, и достаточно старый, то в таких домах может часто просто быть много звуков из-за того, что сам по себе дом старый, дерево скрипит. Может быть какие-то мыши там бегают под полом, обычно это бывает, спищат там, ну, царапают. Это тоже часто случается. Поэтому здесь надо еще конкретно об этом подумать, что это может быть именно. Может это какие-то действительно мыши или там крысы, насекомые, да, а может быть действительно что-то паранормальное. Так, у вас постоянно отключается электричество. С таким я тоже лично сталкивался. У меня это было на примере оборудования моего. То есть я прихожу на локацию, пытаюсь что-то снять, испытать, ну, использую свое оборудование. Но у меня не получается, потому что все оборудование начинает глючить, вечно моргает свет, какие-то перебои. Может просто отключиться оборудование, а потом, когда ты выйдешь с этой локации, пройдет какое-то время, и оно опять заработает. У меня были такие случаи. И я еще часто очень слышал о таких случаях у людей. То есть кто-то мне рассказывал, что у них постоянно моргает свет ни с того ни с сего. Происходят разные, там, случаи с телевизором. Телевизор может сам включиться, сам выключиться и тому подобное. Температура в помещении неожиданно падает. Еще один из признаков проявления чего-то паранормального. Если, допустим, у вас там в квартире, да, определенная температура, то есть 25 градусов, как это обычно бывает, но в среднем, да, вам тепло и комфортно, и вдруг вам стало резко холодно, возможно даже такое, что изо рта пошел пар. Это может быть не только в квартире, там, или в доме. Это может быть в каком-то помещении, здании. Когда вы идете, была нормальная температура, и вдруг оно становится резко... Вам становится резко холодно. Это тоже проявление чего-то сверхъестественного. Вы часто замечаете что-то краем глаза. Такие случаи тоже часто случаются. Я думаю, что каждый из вас с таким сталкивался. Это не обязательно проявление чего-то паранормального, но может им быть. То есть вы, допустим, что-то делаете, и неожиданно у вас с краем глаза что-то вы заметили. Поворачиваете голову в сторону того объекта, которого вы заметили, но там ничего нет. Это может быть и действительно просто показалось, а может быть и что-то паранормальное. Ваши питомцы ведут себя странно. Вот с этим, я думаю, что многие сталкивались. Вспомните момент, когда рядом с вами кошка или собака. Вы смотрите на нее, она смотрит куда-то, на какой-то объект, на стену, не знаю, на проход или какой-то угол. И долго смотрит в этот угол. И потом начинает медленно поворачивать голову, и как будто следить за тем объектом, который передвигается по этому помещению. Но там никого нет. Также они могут лаять, шипеть, просто на пустое пространство. Но это не значит, что там никого нет. Возможно, там призрак или что-то подобное. Просто вы этого не видите. Пропадают вещи, но находятся в совершенно неожиданных местах. Такие случаи тоже встречаются и могут быть связаны с именно проявлением чего-то сверхъестественного. Допустим, вы оставили какую-то вещь на постоянном ее месте, но потом она резко пропадает. Вы ищете ее по всему дому, но не находите. Но затем, через какое-то время, день-два, она может появиться на том же самом месте или же в другом месте, где вообще не ее место. И вы этому удивляетесь. Плохой сон, вам часто снятся кошмары. Это может быть связано с тем, что сущность, которая обитает в вашем доме, хочет сделать вам зло. То есть, она постоянно вас пытается душить, не дает вам нормально спать, мучает кошмарами, вы постоянно просыпаетесь, ворочаетесь и тому подобное. Это может быть связано с паранормальным, но также может быть связано с каким-то психическим расстройством и тому подобное. Во множестве самых разных историй, сказаний и других различных произведениях упоминаются самые разные призраки. Их внешность, поведение и условия, при которых они появляются, часто описываются по-разному. Вот наиболее известные разновидности привидений, названия которых в большинстве своем условиям. Призрак-пугач. Или же призрачное пугало. Крайне неприятное привидение, заслуженно носящее свое название. Появляется, как правило, в любимых им местах. Либо же при случае, когда он был призван специально. А вот условия его случайного появления неизвестны. Но есть теория, что это душа умерших жестокой и ужасной смертью людей, которые незадолго до своей кончины испытывали сильные муки. Обычно имеют образ, наводящий ужас одним своим видом, а также соответствующее им поведение. При появлении незваного гостя на его территории, призрак любой ценой пытается его отпугнуть, насылая на него страшные галлюцинации, крича и имитируя нападение на него. При определенных обстоятельствах может уже по-настоящему напасть на своих гостей, например, будучи потревоженным или раздраженным. Призрак-охранник. Во многом похож на тип, описанный выше, однако условия его возникновения немного другие. В отличие от просто случайного появления, такая сущность обычно призывается специально для охраны какой-либо территории, объекта или другого человека. Иногда оставляет предупреждение нежелательным посетителям, но при случае всегда старается избавиться от них любыми методами, вплоть до их убийства. Привидение-посланец. Очень интересная разновидность призраков, контактирующая с любыми другими сущностями и людьми, в частности, может проявляться как в виде некой фигуры, не имеющей каких-нибудь черт, так и в виде умершего когда-то человека. Его цель – донести какое-то послание нужному ему человеку или любой другой сущности. Показать какое-нибудь потайное место, спрятанный тайник или что-то в этом роде. Может также просто навещать или наблюдать за ними, порой оставаясь вне их поля зрения. Живой фантом. Необычный и не до конца понятный тип привидений. По факту представляет собой призрачную версию какой-либо сущности, существа или человека. Обычно живого, реже мертвого. Может проявляться при генерации им некого излучения, вроде псионического, или в качестве галлюцинации. Их поведение самое разное. От аналогичного с поведением призрака-посланца до полной схожести с таковым призраком охранников или пугачей. Но в отличие от них, фантомы обычно материальны, и их можно даже уничтожить при помощи огнестрельного или любого другого оружия. Могут выглядеть абсолютно как живые, не проявляя своей сверхъестественной натуры. Призрачная тень. Сущность, представляющая собой не что иное, как остаток некогда живого существа, или же так называемая бродячая душа. Могут выглядеть по-разному. Иногда их даже невозможно отличить от живых людей, животных и кого угодно. Ведут себя пассивно относительно других привидений. Но в исключительных случаях могут контактировать с живыми и любыми другими сущностями. Обитают обычно в местах своей смерти. Выполняют свои предсмертные действия. Иногда издают разные звуки или продолжают выполнять свои обязанности даже после смерти. Например, охранять какую-нибудь территорию или управлять механизмами. Призрачный контролер. Также может называться кукловодом. Такая сущность способна вселяться в другие сущности или живых существ. Контролировать их извне. Питаться их энергией и едва ли не съедать жертв изнутри. Кроме того, она может всячески влиять на мертвых. Питаться их телами и даже возвращать их к жизни. Превращая их в подобие зомби или оживших мертвецов. Интересные факты. Привидение обычно подразумевает собой сверхъестественную природу. Но у такого явления могут быть и вполне естественные объяснения. Галлюцинации под влиянием психоседативных веществ. Например, наркотиков. Психическая болезнь. Продолжительная изоляция либо стресс в качестве иллюзии или как мираж. Традиционно духов ассоциируют с демонами и другими злыми сущностями, желающими навредить человечеству и наслаждающимися его страданиями. Именно на них возлагали ответственность за все возможные болезни, стихийные бедствия и прочее. Часто призраков изображают одетыми в белые одеяния. Такой образ был известен еще многие века назад. Тогда умерших хоронили в белой одежде, напоминающей платье. И до сих пор такое одеяние надевают на мертвых перед погребением. Адские души и гончие очень похожи на привидения, но они не являются таковыми, а представляют собой совершенно другие сущности с немного иной природой. То же самое касается и некромантов, которые могут призывать призраков, кроме того еще и управлять ими, как своими слугами. Порой трудно почувствовать присутствие духа поблизости, особенно когда его невозможно отличить от живого человека, но все же можно. В его присутствии иногда начинают сами по себе перемещаться предметы, механизмы дают сбои, или когда-то остановленные вдруг возобновляют свою работу. Свет начинает периодически мерцать и так далее. Иногда призрак неестественно выгибает свои конечности или тело, отрастают новые, и появляются другие необычные, а порой и жуткие черты его тела. Где можно встретить призраков? По логике вещей, привидения появляются там, где кто-то умирает. Чаще всего призраков встречают там, где погибло большое количество людей, независимо от того, когда это произошло. Такими местами зачастую являются места проведения боевых действий или катастроф. В принципе, сколько погибло людей, столько и призраков должно разгуливать. Это не так. На самом деле призраками становятся только некоторые из жертв, по каким-то неизвестным причинам. Да, и не каждый способен увидеть призрака, даже если тот будет стоять именно перед ним. Как правило, это люди, обладающие особым психическим даром. Субтитры создавал DimaTorzok